В эфире обзор событий за 7 апреля. Головные темы дня. Сибиряки с диагнозом коронавирус под контролем врачей. Один пациент в тяжелом состоянии. Санкции при нарушении режима изоляции. Штрафы составят от 1 до 300 тысяч рублей. Безопасно? Значит, бесконтактно. Пользоваться общественным транспортом можно без риска для здоровья. И трудности дистанционного обучения. Образовательные интернет-порталы не выдерживают нагрузку. В Иркутской областной инфекционной больнице, по данным на 7 апреля, лечения проходят 11 человек с диагнозом коронавирус. У пяти из них – пневмония. О состоянии пациентов главный врач Владимир Хабуаев в режиме телефонной связи доложил главе региона Игорю Кобзеву. Один мужчина, 88 лет, в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ. Его супруга, которой 81 год, находится на кислородной поддержке. У обоих есть сопутствующие заболевания. Еще три человека в удовлетворительном состоянии. Остальные шесть пациентов чувствуют себя хорошо. От меня отдельные слова благодарности всему вашему персоналу. Начиная от младших санитарок, любого, всех, кто ходит в ваш штат, слова благодарности. Всегда с вами. И то, что ей нужно, мы готовы всегда вас поддержать. Спасибо большое. Это очень важно сейчас. Замените врачей областной инфекционной больницей, которые сейчас испытывают колоссальную нагрузку. Готовы коллеги из медучреждений всего региона. Для отдыха медиков подготовлена гостиница. А в здании инфекционной больницы тем временем развернуто 250 дополнительных мест для приема пациентов. Их осталось дооснастить кислородными подводами. В понедельник в Иркутске режим самоизоляции нарушили 50 человек. Это люди, которые вернулись из-за границы или были в контакте с возможными носителями инфекции. По требованию Роспотребнадзора, граждане обязаны находиться в своих домах без выхода на улицу. Нарушители режима, к сожалению, есть в Ангарске. За последние сутки полиция проверила 181 адрес. Выявлено три человека, которые пренебрегли запретом. Размеры штрафов для них определит административная комиссия. А пока ГИБДД и полиция ужесточили контроль за передвижением сибиряков. Патрульные останавливают прохожих и проверяют документы. То же самое ждет и автомобилистов. При проведении проверок инспекторы будут устанавливать причину управления автомобилем. Для этого водитель обязан предоставлять справку от работодателя о том, что его деятельность не приостановлена, а при транспортировке груза документ о его перевозке. При выявлении нарушений самоизоляции будут приниматься меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, ужесточаются меры и в отношении гуляющих без присмотра детей. Теперь, согласно указу губернатора, несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Иначе правоохранители будут применять к родителям штрафные санкции. Город ежедневно патрулирует 25 мобильных бригад. Усиление мер безопасности в условиях самоизоляции сегодня обсудили на заседании оперативного штаба в администрации округа. Новым указом в Рио губернатора от 6 апреля представители органов исполнительной власти получили право на составление протоколов. Утвержден размер штрафов. Перечень санкций будут применять к жителям, нарушающим правила передвижения как пешком, так и на автомобилях, а также к организациям, которые незаконно возобновили работу или вовсе не приостанавливали ее. В части ужесточения мер ответственности за нарушение режима самоизоляции в период действия режима повышенной готовности. Таким образом, данные санкции предусматривают ответственность в виде штрафа для граждан от 1000 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Что касается сотрудницы отдела администрации, которая вчера была госпитализирована с рабочего места в связи с получением сомнительного анализа на коронавирус, второй тест показал отрицательный результат. Подтверждение медики ожидают из новосибирского центра «Вектор». Ситуация возникла из-за преждевременного выхода женщины на работу. Ее больничный был закрыт раньше, чем поступили результаты исследования. Лаборатория, которая делает анализы ФБУЗа, она не справляется с этим большим объемом. И задерживаются сроки исполнения анализов. Поэтому мы вчера, в принципе, уже обратились ко всем руководителям. И сегодня в сети будет везде, что все-таки контролируем, ну вот, чтобы не было таких вот моментов, в любом случае работодатель допускает работника до работы, когда есть сведения из лечебного учреждения конкретно об отрицательном анализе. Если нет, то сегодня, в принципе, по указу люди находиться могут дома, и этот день переждать все могут. В Ангарске усилят контроль за самоизолированными горожанами. Проверять, дома человек или нет, теперь будет не только полиция. Нанести неожиданный визит могут с предприятия, где работает ангарчанин, или старшая по дому. В случае нарушения режима они сообщат в правоохранительные органы и протокол составят автоматически. Кроме того, жителям округа необходимо снизить или совсем прекратить выезды в Иркутск. Сейчас там сконцентрировано наибольшее количество зараженных и контактных лиц. Многие горожане работают в областном центре и, ежедневно возвращаясь домой, потенциально рискуют привести инфекцию. Безопасно, когда бесконтактно. В условиях пандемии коронавируса транспортные карты намного безопаснее наличных. Не нужно менять крупные купюры перед тем, как сесть в транспорт. Не нужно искать мелочь по карманам, ждать и пересчитывать сдачу. Меньше контакта, чем электронный кошелек приложил, а мелочь надо и туда, и обратно отдавать ей. Она все равно как бы больше заразы. Электронный кошелек безопаснее, чем деньги для пассажиров. Вся процедура занимает буквально секунды. Зашел в автобус, приложил карту к терминалу, забрал чек, прошел в салон. Транспортная карта – это своего рода электронный кошелек, она так и называется. Пополнить ее можно и не выходя из дома, через приложение Сбербанк Онлайн. Особенно это удобно для родителей. Можно быть спокойным, что выделенные деньги ребенок потратит только на проезд. Платив 25 рублей, вам предоставляется буклет с самой карты, она здесь лежит, и с описанием пунктов, где можно пополнять карту, узнавать какую-то проблематику, или новости, какие-то скидки по картам, по проезду по данной карте. Но пункты, естественно, которые указаны, они будут работать после режима самоизоляции. В буклете указаны адрес сайта и номер телефона. Если у вас есть вопросы, можно позвонить и задать их диспетчеру. Теперь приобрести транспортную карту можно прямо в автобусах автоколонны 1948. Стоит она 25 рублей. В Ангарском округе на время дистанционного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов обеспечат продуктовыми наборами. Такое распоряжение накануне подписано в местном управлении образования. В списке получателей более 600 учеников. У нас по графику будет организована выдача продуктов наборов питания детям с ОВЗ и детям-инвалидам с соблюдением требований мер профилактики коронавирусной инфекции. И поэтому на сегодняшний день муниципальные общеобразовательные учреждения у нас готовы к выдаче по графику продуктовых наборов для категории детей вышеназванной. За продуктовой корзиной в школу должен прийти родитель без ребенка. В набор входят крупы, растительное масло, консервы, хлеб и сок. За каждым образовательным учреждением остается право выбора по его наполнению. Сухой паек назначен на определенный период. Например, тот, что получают сейчас, рассчитан с 1 по 10 апреля. К сожалению, обеспечение подобными продуктовыми наборами школьников из многодетных и малообеспеченных семей пока не проводится. Эта категория граждан также имеет право на бесплатное питание в школах, но льгота предоставляется по линии Министерства соцзащиты, а значит, финансируется по другим каналам. Сейчас бюрократические проволочки специалисты стараются устранить. Вопросом питания детей занимается управление образованием ангарской администрации. Проблему вынесли на региональный уровень. Оперативный штаб при губернаторе выбирает пути решения. Как только вопрос решится положительно, наборы продуктов будут сформированы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей. А тем временем школы перешли на дистанционный режим обучения. К сожалению, в первый же день новый формат образования дал сбой. Вангарские интернет-порталы, которые задействованы в процессе, зависли буквально через пару часов после начала учебы. А проблемы с загрузкой материала в сервис «Дневник.ру» начались уже в воскресенье 5 апреля. Сбои в работе были зафиксированы практически во всех регионах страны. В настоящее время школы занимаются разработкой дистанционной программы обучения. Педагогам пришлось создавать эфиры в социальных сетях. Сразу же начались проблемы по поводу того, что зависать начали эти платформы. Ни родители, ни дети, ни педагоги в течение 5-6 часов не могли, скажем, попасть на видеоурок. Ищут различные выходы. Например, заходят на эти платформы или рано утром, или поздно вечером. На то, чтобы отладить систему обучения в удаленном формате, педагогам понадобится несколько дней. Напомним, дистанционное обучение в школах будет действовать до 30 апреля, пока эпидемическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции не стабилизируется. В округе пожарные бригады продолжают пал травы. Сжечь сухостой в этом году планируют на шести участках. Отжиг проходит под контролем спасателей. Правила и порядок проведения работ согласован с окружной администрацией. На сегодняшний день огнем пройдено уже 125 гектар. Это те территории, которые у нас ежегодно вызывают опасения в горимости при повышении высококлассной пожарной опасности и также с возможностью поджигания других лиц. Поэтому принято решение в рамках подготовки, с учетом того, что снежный покров сошел, и у нас есть возможность подготовиться к началу пожароопасного периода. Стоит отметить, что с 10 апреля в южной части Приангария по распоряжению в Рио губернатора введен особый противопожарный режим под запретом неконтролируемый пал сухой травы и разведение костров. Самоизоляция не повод для скуки. Так решили пользователи социальных сетей и принялись выкладывать видео со своими увлечениями. Занятий, кстати, хватает. Люди снимают смешные ролики, занимаются спортом онлайн, танцуют и даже поют. В ТикТоке уже создали целый раздел под названием «Хобби на дому». Сейчас там порядка 30 миллионов коротких видеоматериалов с занятиями на любой вкус. К слову, самым популярным хобби стала уборка. Это был обзор событий вторника. Будьте внимательны и соблюдайте режим самоизоляции.